Если хочешь обрести врагов, попробуй что-то изменить. Враги из которых чуть ли не предвкушали грандиозный провал с просиранием треугольных полигонов, а с другой издатель, что подгонял со сроками. Конечно врагами и тех и других можно считать лишь с натяжкой, но и друзьями их не назовешь. Все-таки обстановку для творческого процесса они явно создали не лучшую. Но как бы там ни было, Human Revolution вышла и несмотря на некоторые шероховатости, часть из которых была позже сглажена и доработана в режиссерской версии, она без особого труда увлекла на десятки часов большинство старых поклонников серии и обзавелась новыми. Обласкала золотистый киберпанк и пресса, закрепив метакритик на внушительной отметке в 90 баллов. Так что продолжение было лишь вопросом пятилетки. То есть реально, релиз новой части Deus Ex под заголовком Mankind Divided состоится ровно спустя 5 лет после выхода прошлой, прям день в день, 23 августа. А пока что на ваших экранах превью грядущего хита. Как не трудно догадаться, во время создания Human Revolution никаких планов по сиквелу не было и в помине. Тогда команда просто старалась не облажаться и уложиться в сроки. Но с последним не справлялась, так что пришлось завершить сюжет унылыми кнопками в финале, которые и определяли концовку. Всего их было 4, но какую взять за основу продолжения? В идеале подошел бы перенос сохранений, но он осложнен сменой поколения консолей. А потому главный сценарист Мэри Димарл, или Димарле, решила считать каноном все и не одну одновременно. Работает это примерно следующим образом. По сути, об исходе событий на станции Панхея знают только Дженсен, ведущая международной телевизионной компанией Пик Элиза Кассан, а также игрок, который и делал выбор. Но в мире Deus Ex полно влиятельных корпораций, которые начали строить свои догадки и теории о случившемся, и методично распространять противоречивые слухи и сплетни посредством СМИ. Так что правда затерялась где-то посередине. Фактом осталось лишь одно. Панхейский инцидент унес жизни более 50 миллионов человек по всему свету. Это и послужило основной причиной сегрегации аугментированных, которые, по мнению большинства обычных людей, стали угрозой даже для самих себя. Всего за два года по миру, включая толерантную Европу, было образовано огромное количество гетто, куда сослали механизированных бедолаг. Человечество раскололось на два лагеря. Именно в такой обстановке мы и встречаем Адама, который убежден, что принятое им решение на Панхее, каким бы оно ни было, оказалось неверным, а потому он одержим желанием докопаться до истины и вывести на чистую воду виновных в сложившемся хаосе. За этим он внедрился в оперативную группу 29, финансируемый Интерполом отряд, созданный для борьбы с модифицированными террористами. Дженсен там единственный с имплантатами, что создает определенную напряженность в команде. Подробнее об этом можно почитать в комиксе Deus Ex Universe Children's Crusade, но ничего особо дельного в нем нет. Нет, покрывает он всего одну операцию опергруппы, а не те два года, что прошли с инцидента. Так что даже не ясно, что в итоге случилось, например, с пилотом Малик и впишут ли ее в новую историю. Джей Джей Би на вопрос про нее отвечать отказался и предложил пройти игру. А начинается она с миссии в Дубае, которая скорее выступает в роли обучения, причем нам по классике предлагают выбрать метод прохождения, во всеоружие или скрытный. И тут сразу стоит вспомнить ситуацию с Human Revolution, которая чуть ли не подталкивала нас ко второму. Однако, по словам геймдиректора Жана Франсуа Дюга, авторы не планировали навязывать тот или иной стиль игры. Они решили, что раз стелс требует больше осмотрительности, времени и терпения, то и вознаграждать за него нужно солиднее. Но все были уверены, что незаметных ниндзя будет не так много. То есть разработчики просто не смогли предугадать логику игроков, которые быстро сообразили, что чем больше опыта ты получаешь, тем быстрее можешь прокачать способности своего героя, а те в свою очередь вносят приятное разнообразие в игровой процесс. Да и сами перестрелки по ощущениям были, скажем так, не на том уровне, чтобы сильно на них зацикливаться. На этот же раз студия уверяет, что учла ошибки прошлого и попыталась сбалансировать оба варианта. Но как я не старался пересилить себя на пресс-туре Square Enix в Лондоне, меня все равно дико тянуло играть по стелсу. Возможно потому, что прошлую часть я прошел без сирены тревог, а может и из-за того, что уровни значительно выросли в высоту и стали обширнее, так что их попросту хочется исследовать. И хоть стрельба действительно стала более приятной и разнообразной, после просмотра множества роликов с геймплеем, я все равно пришел к выводу, что скрытность и пацифизм все так же более выгодны в плане зарабатывания очков для развития Дженсона. А он оказывается раскрыл не весь потенцевал своих аугментаций, и его арсенал летальных и не очень возможностей стал значительно шире. От выстреливающего смертоносного нано-лезвия и вполне безобидных электрических дротиков, до способности замедлять время, взламывать технику на расстоянии и покрываться полигональным панцирем. Второй же Ахиллесовый пятой Human Revolution после слабой шутерной части были битвы с боссами, которые как раз и подверглись доработке в Director's Cut, но принципиально не изменились. Проблема заключалась в том, что всех главных злодеев нужно было убивать, что значительно припекало зад людям, которые сначала добросовестно тратили праксисы на прокачку хакерства, разговоров и стелса, а потом их запирали на арене с вооруженными до зубов модифицированными солдатами. В новый Deus Ex подобного обещают избежать. Более того, по заверениям все того же JJB, игру вообще можно пройти не убив ни единого человека, но уклониться от схваток с самими боссами не выйдет. Что касается локаций, то главным хабом на этот раз выступит Прага, откуда Дженсен и будет отправляться на разные задания. Выглядит столица Чехии весьма футуристично, но все же узнаваемо и аутентично, особенно вокзал, хоть его планировка немного и изменена. Сам же город набит всякими побочными миссиями, которые разработчики настоятельно рекомендуют не игнорировать, что на самом деле вновь подталкивает нас к исследованию окружения. Квесты могут активироваться самым разным образом, начиная от взлома какого-нибудь компьютера до банального звонка по телефону из квартиры Адама, его бывшему начальнику Шарифу. Выполнение или провал побочек должны как-то влиять на события в игре и либо помогать, либо наоборот несколько затруднять продвижение по сюжету. А помимо одиночной игры, в Mankind Divided присутствует еще и отдельный режим под названием Bridge. Это своеобразные комнаты испытаний, в которых надо активировать серверы, после чего начинается обратный отсчет и нужно как можно быстрее вернуться на точку старта. Однако путь к отступлению перегораживают всякие турели, дроны и бронированные охранники, что усложняет побег из сети. То есть стилистика реально отдает каким-то тронам, но по сути весь режим это просто взлом компьютеров, наложенный на механику основной игры. О реализме здесь не идет и речи, а потому уровни построены именно с оглядкой на геймплей и арсенал вашего аватара, а не на архитектурную правдоподобность, что позволило левел-дизайнерам не ограничивать свое воображение. Еще здесь можно бросать вызов своим друзьям и соревноваться с ними в скорости прохождения, но ни о каком полноценном мультиплеере речи не идет. Помимо основной игры, вскоре на Android и iOS должна еще выйти Deus Ex Go, приятная головоломка со знакомой уже теперь механикой Hitman Go. Судя по всему, вертикальность старшего брата сюда не завезли, однако авторы наконец-то добавили редактор уровней, о котором так давно просили игроки. Сама же Mankind Divided выходит, как уже говорилось ранее, 23 августа и посетит три платформы. Xbox One, PlayStation 4 и PC. Про последнюю, кстати, геймдиректор сказал следующее. Но по словам JJB, ПК-версией занимаются все те же ребята из Nixos, которые работали над Human Revolution. А тут уж сами решайте, хорошо тебе в прошлый раз справились со своей задачей или нет. А если вы по какой-то причине не играли в предыдущую Deus Ex, то сейчас, пожалуй, самое время с ней ознакомиться. Или перепройти, чтобы освежить в памяти историю Адама Дженсона перед ее продолжением. Mankind Divided уже превосходит свою предшественницу по размаху, красоте и разнообразию, а подвести может разве что сюжетом. Но за него отвечают прежние люди, а те свое дело знают, так что больших опасений этот аспект не вызывает. Как, впрочем, и весь проект в целом. Продолжение следует...